Если хочешь прокачать себе твинка без особых затрат или просто начать играть, зарегистрируйся по ссылке в описании. Если ты дойдешь до 11 ранга, тебе дадут отличное оружие от джунглей и вип-статус на 7 дней. Если у тебя нет аккаунта на Альфа, Браво или Чарли, но ты сильно хочешь поиграть со мной на моих стримах, то сейчас самое время это сделать. Всем привет, дорогие друзья, с вами Серега, и сегодня поговорим о новогоднем марафоне и о Дево К1. Я знаю, что давно пора было снять видео про новогодний марафон, потому что я уверен, что, ну, некоторая часть подписчиков не знает про этот новогодний марафон от самой игры и что там дают халявные какие-то бонусы. Но знаете, сначала там давали какую-то, ну, что это? Говно было просто. В общем, сначала за него давали, ну, какое-то говно, вроде бы випку или какие-то незначительные пушки, гранаты, но сейчас я увидел, что там начали давать, ну, действительно хорошие вещи. То есть там была вот эта вот херня, то, что сколько там, 2000 опыта получаешь, и тебе дают двойной опыт целых три дня, что ли, ну, то есть кто не прошел это здание, то есть того двойного опыта не было. Хотя, как можно и пройти, там было вроде 2000 опыта заработать, ну, то есть это спокойно можно сделать. Но сейчас нам пошли такие бонусы, как нюдовое оружие на один день, что еще там пошло, випки всякие и остальное. Хорошие пушки, ну, халява, в принципе, тем более сделать 16 гранат, 16 человек убить с гранаты, то есть это очень легко. И за это вам дадут альпину кутненовую, ну, знаете, чтобы не тратить на нее, например, сколько она стоит, 4000 кредитов или 8, я что-то подзабыл. Вот, не тратить на нее столько денег, ну, может быть, кто-то ачивку хочет набить, но не хочет кидать такую сумму в игру, в принципе, я их понимаю. Поэтому они просто могут выполнить это задание и получить альпину неон. Я не помню, на самом деле, там вроде с альпины можно все три ачивки набить, но хоть одну вы набьете нашивку, она будет довольно симпатичная. Также бипочки, там еще какую-то фигню знаки, можно получить гранаты, сюрпризы. Ну, знаете, это незначительно такое, на самом деле, ну, в принципе, тоже неплохо. Халява, она всегда хороша, не правда ли? Поэтому я оставлю ссылку в описании. Это не какой-то пиар, это я просто для своих подписчиков хочу, чтобы они, ну, халявно что-то получили. Просто понимаете, там не нужно ничего нажимать, чтобы выполнить задание. То есть вы уже, может быть, его выполнили, вы просто понажимаете там кнопочки получить, например, гранаты, мины. Просто понажимаете получить, потому что там выиграть один ангар. Может, вы уже повыигрывали это все дело, но просто не получили там эти подарки еще. И получите какую-нибудь, ну, не знаю, гранату хотя бы новогоднюю. Ну, хоть что-то, но это же халява, какая разница. А вдруг вы, там сколько, 16 игроков гранатами убите, получите альпинку, неон или тавр, неон. Я не помню, что там дают. То есть, неплохо, халявно, все отлично. Девок и один, кстати, я не помню, где я взял, либо с этого набора за 30 тысяч варбаксов. Кстати, я снял видео, как я купаю этот набор, но не знаю, выкладывать или нет, выкладывать или нет. Ребят, посмотрим, посмотрим, выложим или нет, как бы это дело такое еще интересное. В общем, Девок и один. Девок и один именно обычное оружие говно. Когда на него добавили новые модули, то есть, ввели новое обновление, где разрешили ставить, например, на редкие оружия раритетные модули, в принципе, Девок и один стал хотя бы играбельным стволом, потому что именно на ПВП его юзали либо только новички, либо на общих серверах. И то по той причине, потому что у них, в принципе, никакого другого оружия и не было. Девок и один вообще еще был в элитном варианте, но его убрали из игры, мне кажется, все же вернут, но уже в другом, понимаете, окраске. Девок и один элитный был, в принципе, неплохой. У него было 40, что ли, 5 патронов, то есть, крушители, мозголомчиков, с него делать спокойно можно было. Я даже набил ачивку, хотя я со всех элитных пушек старых набил ачивку, но именно с этой я так и на ПВП и на ПВЕ поднабивал, потому что большинство я там набивал на ПВЕ, потому что эти элитные пушки я набивал на трех ежах, что ли, где-то так. Так что, как-то так. Так, именно новогодняя Девок и один, она, ну, в принципе, неплохая, играбельная, как вы видите, нормально все заходит, взрыватели делаем. Ну, знаете, это такие еще комнаты, если бы я зашел в какой-то пригород, мясорубку, а вы сами понимаете, что, наверное, сейчас хаос самый большой стоит либо на нефтебазе, либо на ангаре, либо на пригороде, именно в быстрой игре, если там собираются мощные тимы, всякие скилловые в скинах, там, которые кидают по 5 гранат, когда резаются, то есть там, то ли с респы не выйдешь, вас 50 раз гранатой взорвут, либо на мини, либо вас будут зажимать на респе, кончиктарчики, юсасы. Хотя, кто мне говорит, что против ромбов сейчас можно нормально играть? Да нихера подобно, я сейчас специально не играю против ромбов, я увижу ромбов, я лучше свалю из комнаты, потому что ромбы это какие-то, ну, слишком скилловые пацаны, они серьезно как-то жестко зажимают. Так это я вижу 60 плюс рангов, я такой думаю, ооо, сейчас будет фарм, сейчас будет фарм, отлично, пвешнички, не, ну, я не имею в виду, что все 60 ранги пвешники, просто имею в виду, что большинство 60 рангов, которых я вижу на пабликах, играют либо в минус, либо, ну, просто конкретно сливаются с теми же юсасами, ну, вы сами знаете, то есть на паблике смотрите, играете, что там ромбик, может на первом месте играть, там, 2-3 к 1, без читов абсолютно просто твинг, да, какой-нибудь 60 ранг может спокойно сыграть 1-15, в принципе, и такое тоже, ребят, бывает. Вы сами понимаете, вы видели на моем втором канале видео, если не видели, зайдите обязательно, ссылка в описании, там я показал, как я апнул птицу на Чарли, буквально за месяц, может быть, даже чуть меньше, то есть, вы понимаете, птица за месяц, у меня там 50 часов и 130 пве, и птица, вы понимаете, серебряная птица, насколько трудно было раньше вкачать эти 3 миллиона опыта ради этой птицы, насколько трудно сейчас, просто за месяц, спокойно, вкачиваешь птицу, да еще и плюс оборудование, они все снаряжениями открыто, там, немножко, что ли, 5 штук осталось открыть, это очень забавно, друзья, не знаю, что с этой херой сделали, ну, как бы, если без супер випок, у меня, наверное, звание там какой-нибудь час, ну, с обычной випкой, было бы, было бы, ну, два с чем-то ежа, получается как-то так, и, может быть, почти все было бы и открыто, вы понимаете, то есть, сейчас скачусь звание, но это просто, ну, писяц, как легко, то есть, просто заходить какие-нибудь зениты, особенно на удачных часах, особенно, когда админы вводят вот этот вот удвоенный опыт, и плюс еще удвоенный опыт на удачных часах, там дают за зенит 38 тысяч опыта за 17 минут, 38 тысяч опыта, никогда раньше нельзя было так, таким образом опыт заформить, раньше, вот, откуда у меня 3800 ПВЕ, вы спросите, какого хера, да, тип, ты такой ПВЕшник, а никакого хера, потому что раньше, два года назад, когда истинные было, и вообще во всей игре 300 львов, в которых я входил, были, ну, реально такими, не то, что задротами, а такими геймерами, которых более-менее всех уважали, потому что, чтобы тогда качнуть льва было, ну, действительно трудно, например, нужно было пройти, ну, под косарь чем-то ПВЕ, чтобы апнуть ту же самую птицу, даже, может быть, не птицу, поменьше, это с випкой еще посчитаю, а я еще там и без випки крабил эти ПВЕ, то есть пройти одно ПВЕ, например, за 20 минут мы проходили, ну, не за 20 минут, естественно, там разные миссии, но за 20 минут тоже такие ПВЕ были, которые мы крабили, раз 30 проходили в день, и так оно получалось с випкой, 1400-1500 опыта за 20 минут, вы понимаете? И тогда это было нормально, сейчас за это время можно получить 12 тысяч опыта без всяких счастливых часов, если счастливые часы считать, то 25 тысяч опыта, ну, или не 25, 20 где-то, я не помню, сколько там дают, то есть вы понимаете, какая разница получить было льва тогда, и какая разница получить льва сейчас, то есть если вы видите чувака, у которого мало ПВЕ, это не обязательно значит, что он нихера не ПВЕшник, если у него 0 ПВЕ, то окей, я согласен, нет, еще у него, чтобы написано было НД в ПВЕ, потому что, может быть, он просто качается на каких-то багах, например, на треньке, правильно? Потому что я вот очень много вижу чуваков, которых вообще почти ПВЕ нет или 0 ПВЕ, кончатый ранг, но ПВЕшка есть, и получается он просто, ну, как бы, схитрил, качал этот 60 ранг на треньке, а вы знаете, что можно было тупо ее целыми днями качать, поставить какой-нибудь макрос, граната сливал, с гранатой сливаться, и какой-то чувак просто треньку бегает за минуту и получает 1400 опыта, и сами так можно посчитать, плюс еще удачные часы, вы сами понимаете, то есть круглые сутки так качать аккаунт, у меня друг спокойно так льва апнул где-то за месяц, то есть вы понимаете, если бы этот баг не убрали, насколько сейчас много всяких скилловых львов, без ПВЕ было бы, ну не львов, вообще максимальных рангов, без вообще ПВЕ, то есть вот такие вот всякие баги сделали, раньше, когда, главное, в ликвидации баг нашли, что вот эта фигня была с лифтом, что можно было опыт качать, и то там с 20 минут получать 10 тысяч опыта, где-то, и всех на месяц нахер позабанили, там 10 тысяч что ли игроков, а нет, тут никого не забанили, тут весь варфейс покачался, все, ребят, нормально, все отлично, не, я не против, конечно, не забанили, просто я этим багом не особо пользовался, потому что у меня на тот момент был максимальный ранг, зачем мне им пользоваться, ну просто это какая-то непонятная фигня, и вот это меня немножко бесит всякие, знаете, конечно, это круто, всякие баги на сложках, на легких, то, что можно опыт фармить, в одном, конечно, круто, да, но на самом деле нихера, потому что потом попадают всякие 60 ранги, которые вообще играть не умеют, то есть они же даже ничего не делают, ПВЕ-шки грабят, там получают, ну, это как-то не особо круто, они играют там, ну, очень плохо, я не говорю, что я там мега-супер-тащирок, хотя я тащирок, на самом деле, я шучу, вот, а то опять подумайте, что, в общем, то есть если вы видите чувака, ну, у него мало ПВЕ и большой ранг, ну, вы не думайте, что это скиловик, я повторяю, столько багов на сложках, на тренингах, когда ПВЕ, ну, ПВЕ, то есть не считается, просто идет опыт, но ПВЕ не считается, если вы видите, у него там 10.000 ПВП, конечно, он скиловик, но там нужно, знаете, статистику, то есть, определять, нужно иметь какой-то опыт в этом деле, то есть не нафармлено это, то есть как оно как, ну, в принципе, если играть в Warface хотя бы год, но лучше не в сейчасшнем моменте считать от кого-нибудь 2012 года или вообще ранее, потому что, ну, мне кажется, кто в игре еще тогда, когда лев был максимальный ранг, то есть они намного поопытнее в этом деле, всяких фарм, всяких сколько ПВЕ у кого должно быть, кого скиловым игроком считать, кого нет, в общем, как-то так. Ну, в принципе, ребят, я скажу, если я увижу у чувака там 3000 ПВЕ и как у меня 10 ПВП, в принципе, я скажу, что да, этот чувак старичок играет, ну, как бы не то, что нормально, оно не будет сливаться как рак, хотя иногда сливаюсь как рак, потому что, да, друзья, так оно бывает, я не мегапрофессионал, чтобы постоянно тащить. Ну, в общем, вот, ребят, качайте новогодний марафон, ой, новогодний марафон, просто зайдите, посмотрите, у вас там по-любому больше поезданий выполнено, я уверен. Всем спасибо за просмотр, друзья, надеюсь, я вам помог, ставьте лольс, если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на второй канал, вступайте в группу ВК, подписывайтесь на меня в ВК, ссылки на все есть, друзья, в описании, с вами был Зарёга, всем удачи, всем пока!